Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Глава администрации Самары Олег Фурсов продолжает совершать объезды по районам города. Основное внимание – уборки территории от снега и мусора, состоянию фасадов и мест массового отдыха горожан. В ходе проверки советского района мэр посетил Парк Победы. Как преобразится излюбленное место отдыха жителей района к 9 мая, расскажет наш корреспондент. Благоустройство и чистота города на личном контроле у главы администрации Самары. Олег Фурсов сам объезжает территории. Уже побывал в большинстве районов. Корректирует план уборки, определяет приоритеты, ставит задачи. В советском районе особое внимание Парку Победы. В годовщину 70-летия Великой Победы парк заметно преобразится. Он будет полностью благоустроен. Здесь появится музей военной техники под открытым небом. 7, 8 и 9 мая в парке ожидается большая концертная программа. Пройдет слет военно-патриотических клубов, выставка авиамоделирования. Свои экспонаты представит и музей боевой славы школ города. Песни военных лет исполнят музыканты духовых оркестров. 21 духовой, детский духовой оркестр со всей самой добрости приезжает к нам сюда на традиционный уже фестиваль духовых оркестров в честь Победы. Это все произойдет здесь. Торжественное возложение с призыв ветеранов. Нужно организовать акцию и предложить ветеранам накануне Дня Победы посадить деревья на территории парка. В юбилейный год это будет символично, предложил Олег Фурсов. Благоустройство парка Победы на особом контроле. Реконструкцию здесь начали в прошлом году. К маю заменят главную сцену, покрасят опоры фонарных столбов, поправят ограждение и обновят плитку. По плитке обязательно надо все восстановить, сделать нормальное, хорошее примыкание, выровнять эти гранитные ступени. По обрезке деревьев посмотрите, в принципе так деревья ухожены, но если есть сухостой, верхушки или отдельные ветки, обязательно надо обрезать. Глава администрации продолжит контрольные объезды территорий. Кроме того, теперь за каждым муниципальным служащим закреплен определенный участок в городе. Проверять уборку во дворах, состояние фасадов домов и площадки у объектов потребительского рынка будут ежедневно, до начала мая. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. В Парке Победы появится памятник трижды Герою Советского Союза, легендарному летчику Асу Александру Покрышкину. Кроме того, имена других героев войны увековечат мемориальные доски. Марьяна Мирная подробнее. Мощная рука, возносящая из кромешного ада сверкающий шар, как символ тысяч спасенных жизней – образ, предложенный городской общественной организацией жителей блокадного Ленинграда. На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий Самары макет памятника одобрили. Он появится в Парке Победы к годовщине освобождения от блокады 27 января 2016 года. Тех, кто пережил эти страшные дни, осталось не так много. Они еще могут рассказать молодым о бессмертном подвиге героев. Работаем и делаем все, чтобы оставить память о том событии, которое произошло в годы блокады. Нет сомнений в том, что такой памятник нужен, потому что огромное количество блокадников, которые были эвакуированы в конечном итоге из Ленинграда или потом переехали, которые помнят эти события, проживают или проживали в нашем городе. И, конечно, дань памяти этим событиям мы должны отдать. Наша комиссия принципиально, конечно, решает вопросы одобрения. В год 70-летия Победы в Самаре появятся памятные доски героям войны Борису Скворцову, Юрию Билибину, Павлу Ширяеву. Приведут в порядок памятник Федору Санчирову вблизи корпуса станкостроительного завода. Комиссией пока обсуждается место для установки памятника трижды Герою Советского Союза легендарному летчику АСУ Александру Покрышкину. Одно из мест, подходящее для установки этого памятника, вчера мы обсуждали это с архитекторами, это улица Аэродромная. Мы говорим о территории Дома молодежи. Ранее, по сведениям историков, мы вчера встречались с Орик Сужином, именно в этом месте располагался аэродром. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. За ночь несколько километров дороги и около 20 тонн асфальта. Дорожные службы наращивают темп аварийно-ямочного ремонта дорог. Работы много, совсем стараются управиться побыстрее. За нелегким трудом наблюдала Анастасия Зубарева. В Самаре полным ходом идет аварийный ямочный ремонт дорог. В первую очередь обращают внимание на те участки, на которые чаще всего жалуются автомобилисты. Работы ведутся по всему городу. Правда, работы преимущественно ведутся в темное время суток, чтобы дорожники и автомобилисты попросту друг другу не мешали. Эту бригаду на Ракитовское шоссе перебросили в оперативном порядке. План работ был скорректирован. Участок дороги после зимы и перепадов температур слишком проблемный. На него часто жалуются автомобилисты. Есть и предписание ГИБДД. За одну ночь бригада обрабатывает около 140 квадратных метров. В бригаде 7 человек. Такие отряды дорожного реагирования приводят в порядок магистрали во всех районах города одновременно. За одну ночь к каждой бригаде кохеры по 3-4 раза успевают подвезти свежий асфальтобетон. В график укладываются, хотя работа нелегкая, говорят дорожники. Подготовить сложнее, потому что это надо отбивать. Там есть определенные нормы, стандарты. Если их всех поддерживать, то надо бить глубокие ямы, чтобы опять же эта летая смесь не вылетала. Ну и заливать тоже сложно. Ребята заливают, надо это делать ровно. Переборщишь, опять же, будут машины прыгать. Мастер тут же уточняет, эту смесь не заливают, а буквально выкладывают вручную метр за метром. Высокая плотность асфальтобетона труд утяжеляет. Зато такая заплатка продержится до полноценного планового ремонта. Пользуясь случаем, мне хочется обратиться к автолюбителям. Я сам автолюбитель. И мне хочется обратиться, ну как-то полояльно относиться к дорожным рабочим, потому что они радеют за наш город. Они делают дороги для нас с вами. Вот сейчас вот смотрю, вот проезжаю, люди работают. Думаю, что наладится все-таки, как-то будет лучше ездить здесь. Ну, судя по городу, еще тоже где-то есть, но лучше намного стало езды. Аварийный ямочный ремонт дорог – мера экстренная. Она позволяет залатать поврежденный асфальт. Как только позволит погода, в городе начнется комплексный ремонт дорог. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Борьба с пылью в Самаре в этом году началась гораздо раньше обычного. Вакуумные машины или дорожные пылесосы уже вышли на уборку улиц. Пыль не просто метут, ее окончательно убирают из города. Хотя и без ручного труда не обойтись, современная техника справляется с задачей в десятки раз быстрее. А главное, дышать пылью прохожим не приходится. На этом фронте сейчас задействовано 28 пылесосов. Еще 4 прибудут в конце апреля. Непыльное выдалось утро, шутят самарцы. Убирать дороги и тротуары вышла весенняя техника. Вакуумные подметальные машины. Чтобы не поднимать вокруг себя облако пыли, дорожный пылесос сначала увлажняет асфальт, щетки сметают грязь к вакуумной установке, которая засасывает ее в бунгер, расположенный в корпусе машины. 10 минут и тротуар буквально сияет с чистотой. Сразу вызывает и положительные впечатления о городе, о том, что у нас очень чисто, очень хороший город, очень красивый, привлекательный. Приятно ходить по чистому городу. Ощущение весны как-то более лучше, что ли. Мы живем в Самаре. Как бы очень хороший город. Я думаю, он должен быть чистым. Пылесосы чистят дороги и тротуары. Для последних используют технику малогабаритную, чтобы было удобнее работать. Всего 28 машин. В скором времени в распоряжение муниципального предприятия благоустройства поступят еще 4 вакуумные машины. Они будут в числе новой спецтехники, приобретенной по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова. На предприятии существует острый дефицит в технике. Об этом мы с главой неоднократно проговаривали. Он проблему эту видит, понимает, выделил деньги. 52 единицы закуплено. В основном эта техника вся всесезонная. То есть она сразу будет введена в эксплуатацию, используется на дорогах. Машины новые, универсальные. Только будем повышать качество содержания. Интенсивная весенняя уборка уже в разгаре. Каждые сутки на улице Самары выходят 200 единиц техники. Кроме того, работают дворники. Основной упор сейчас на вырошение снега и подбор мусора. К слову, пыли в этом году должно быть гораздо меньше. Прошедшей зимой в борьбе с гололедом использовали в основном реагент Бионорд. А количество песка сократили почти в пять раз. Засиять весенней чистотой Самара должна уже к середине апреля. Туда, где не дотянутся пылесосы, придут дворники. Если человек с утра выходит в чистый двор, и день складывается лучше, и настроение повышается. Накануне генеральной уборки наш корреспондент Алина Чемерес решила опробовать профессию дворника на себе и взялась за метлу. В ту же минуту на крыльце показался дворник. Громадный, рыжий детина в красной канаусовой рубахе, в белом переднике с метлой в руках. «Тебе чего, старик, надобно здесь?» – закричал дворник. И это из Куприна. Вообще, русские писатели нередко использовали в своих произведениях образ дворника как символ порядка, хозяина территории. Николай Хлыстов с детства любил во всем порядок. Сам аккуратист, того же требует от других. С порядком мечтал связать и свою профессию. Милиционером хотел быть. Да? А почему? Ну, ловить преступников, чтобы там не было порядок. Ну, в жизни не получилось. Ну, по сути, что же порядок наводится? Ну, вот и получается. Вот так вот. С шести утра Николай Хлыстов на боевом посту. Рыхлит снег, колет лед, убирает мусор. Всех жителей в своем участке, а это 11 подъездов, по именам знает. Всегда здороваются. Про жизнь спрашивают. Благодарности, говорит, не ждет от людей. Главное, чтобы город свой любили. А еще патриота Николая Хлыстова очень волнует судьба отечественного спорта. Сам играет. Зимой в хоккей, летом в футбол. Надо своих выращивать, как раньше было в советское время. А сейчас они иностранцев покупают, они полгода поиграют, деньги получают, а полку нет. Если утром выходишь в чистый двор, и день складывается удачно, делится Вадим Киселев. Живет он на улице Гагарина в советском районе Самары. Привести в порядок все городские дворы, задачи и управляющих компаний. У них работают дворники и самих жителей. Сейчас на улицах города каждый день трудится до 2000 дворников. В одном лишь советском районе их более 200. Вот она, дворник, вот она, факт того, что очистила возле дома бордюр, здесь непроходимый был. Вот, цоколь. А это большое дело, цоколь. Спасибо большое. Мы очень рады, что чисто во дворах. Им бы зарплат побольше. У них работа тяжелая. Лед рубить – это адская работа. Ожидается, что в муниципальной управляющей компании, которая будет создана в Самаре, дворники будут получать больше – порядка 16 тысяч рублей. К этой сумме должны подтянуться и управляющие организации. А пока дворники с нетерпением ждут начала масштабной генеральной уборки и субботников. Когда им в помощь на очистку улиц и дворов выйдут муниципальные предприятия, коммерческие структуры и, конечно, сами жители. Алина Чемерис, Павел Пресняков. События. Общественный порядок тоже под контролем. За безопасность в городе в ночное время теперь будут отвечать почти 650 человек. Патрульную службу расширили за счет сотрудников частных охранных предприятий. Дружина получила разнарядку и отправилась защищать горожан. Равняйся. Измерно. Приказываю заступить на службу по охране общественного порядка. Они должны иметь соответствующий внешний вид и быть гладковыбриты. Начальник главного управления МВД России по Самарской области Сергей Солодовников призвал новобранцев народной дружины представителей ЧОПов. Внимательно следить не только за порядком на улицах, но и за собственной внешностью во время несения службы. Экипировка тоже должна соответствовать. Свисток для того, чтобы предупредить граждан, которого хочу остановить или задержать. Также находится жилетка и повязка народной дружины, чтобы граждане знали, что из себя представляет человек, кто ходит в жилетке. В начале недели между главным управлением Министерства внутренних дел и 40 ЧОПами было подписано соглашение о сотрудничестве. Вместе с сотрудниками полиции патруль составит свыше 600 человек. В планах расширить состав дружины за счет активных граждан. Позвонил мальчишка, говорит, так, так, я был на этой встрече и принял для себя решение за эти два дня вступить в добровольную народную дружину. Вы скажите мне, каким образом и куда мне прийти, для того, чтобы записаться и для того, чтобы нести в последующем службу с сотрудниками органов внутренних дел. Полицейские вместе с представителями ЧОПов и народными дружинниками будут дежурить с четверга по воскресенье с 4 часов вечера до 11 ночи. Если в вечернее время у вас возникнет проблема и вы увидите человека в салатовом жилете, смело обращайтесь за помощью. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Полиция растит кадры с молоду. В этом году 150 ребят решили стать кадетами Центра подготовки областного управления МВД в поселке Управленческий. Такому количеству курсантов просто необходимо новое здание. Чтобы на месте обсудить вопросы будущего строительства, полицейскую академию посетили начальник областного главка Сергей Солодовников, председатель Самарской городской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Свои двери для курсантов Самарский кадетский корпус МВД России открыл меньше года назад. Сейчас здесь получают знания и учатся офицерской дисциплине 100 кадетов. Профессиональные педагоги на протяжении 7 лет будут растить из мальчишек будущих полицейских. Для некоторых из воспитанников кадетский корпус стал родным домом. Я надеюсь, что через 7 лет мы их выпустим все до единого. Все они поступят в образовательную организацию высшего профессионального образования системы МВД обязательно в академии. В этом году учебное заведение будет набирать новую партию кадетов. Их количество планируют увеличить до 150, а к 2017-му до 350 человек. По словам председателя Самарской городской думы Александра Фетисова, в первую очередь обучение здесь закладывает в ребятах фундамент патриотического воспитания. То, что в них здесь закладывается, это не только знания, а это ответственность. Ответственность за свою семью, за свою малую родину, за свою страну. В ближайшем будущем здесь построят новый спальный корпус. Средства из федерального бюджета на эти цели уже сформированы. Новое четырехэтажное здание появится на месте старого, аварийного. Комнаты, оборудованные санузлом, телевизором будут рассчитаны на двоих проживающих. Что касается обучения, уроки и тренировки проходят в помещениях Центра профподготовки Главного управления МВД. Мы, проектируясь, задумывая создание корпуса здесь, исходили в том числе из этого, из того, чтобы создать единый кулак там, где рядом бок о бок учатся и занимаются как будущие полицейские, так и те, кто уже по праву носит погоны. Когда есть общность взглядов, когда есть общий организм, мы будем, как уже говорили с Александром Алексеевичем, и с коллективом кадетского корпуса неразрывны, и все трудности преодолеем. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты продолжали грызть гранит науки за партами. Ведь многие из них уже сейчас понимают, через какие-то 10 лет им предстоит нести ответственность за безопасность жителей Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События. Несколько тысяч подростков Самарской области стали участниками масштабного проекта, пропагандирующего здоровый образ жизни. Набирая обороты, в городах региона уже четвертый год продолжается антинаркотический марафон «Пусть всегда буду я». В очередной раз он прошел в одну из школ Новокуйбышевска при поддержке Министерства экономического развития Самарской области. Сегодня в школу не проспал ни один от первоклассника до выпускника. Боялись пропустить массу интересных занятий, которые для них приготовили наркополицейские и молодежные организации совместно с членами общественного совета при областном управлении ФСКН. Антинаркотический марафон начался с флэш-моба во дворе школы. Сама школа больше напоминала самодеятельную и спортивную площадку одновременно. Ребят учили танцевать, стрелять из лука и даже выбираться из трудных ситуаций. Например, показывали то, что выживание, например, в лесу, как выжить, очень полезно, кстати. Если, например, заблудился, столько разных способов оказывается, чтобы выйти. Многих ребят заинтересовал модный сегодня воркаут – один из видов спортивной гимнастики. Захватывающие акробатические трюки и приемы самообороны продемонстрировали ребята, которые свой выбор за здоровый образ жизни уже сделали. Мы сами, по сути, почти дети, потому что мне 18 лет, Никите 17, Маше 14 лет. И мы считаем, что важно показать, что спорт важен ребятам. И я сам препаргодирую активный здоровый образ жизни. Всего за несколько часов работы общественному совету и молодежным организациям удалось привлечь в свои ряды несколько сотен человек. А за четыре года проведения марафона «Пусть всегда буду я» свой выбор в пользу здорового образа жизни сделали более 10 тысяч жителей Самарской области. Видно, что им это интересно. И видно, что многие из них после нашего марафона действительно займутся какими-то видами спорта. Я абсолютно убеждена, что это будет для них очень познавательно, очень необычно. И они, каждый, найдут для себя что-то новое. Антинаркотический марафон «Пусть всегда буду я» в Новокуйбышевске – вторая после Киноля площадка. На очереди Ледовый дворец в Отрадном. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Сегодня вся Самара наблюдала солнечное затмение. Уникальное явление интересно еще и тем, что Луна и Солнце оказались на одной линии точно в день весеннего равноденствия. Полное затмение со стопроцентным закрытием солнечного диска можно было наблюдать в Мурманске и острове Шпицберген. Что касается Самары, Луна начала закрывать Солнце в 13 часов 32 минуты. Тень закрыла более 40% светила. Следующее полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в России, должно произойти 12 августа 2026 года. Телефон редакции 202.11.22 – наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и солнечных выходных! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самарагис. Почта России заподозрена в незаконном обналичивании денежных средств. Контрольное управление президента России провело проверку и выяснилось, что на Почте России заключаются однотипные сделки по перечислению многомиллионных денежных средств на счета региональных филиалов в ГУП Почта России для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов на некрупные суммы. Также проверяющие утверждают, что качество услуг по доставке пенсий и пособий, а также подписных периодических изданий находится на низком уровне. Средняя скорость пересылки писем в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых стран. Правильно говорят. Хочешь спрятать труп? Отправь его Почтой России. Клиенты микрофинансовых организаций жалуются на действия по возврату просроченной задолженности. Видимо, действие МФО и коллекторов, мягко говоря, жестковато. Десятая часть заемщиков просит пересмотреть начисление процентов по займу. Вообще, очень интересна мотивация людей, берущих в долг по 300-400% годовых. Они серьезно думают, что это выгодно. Черногория ожидает, что турпоток из России в 2015 году не сократится. В 2014 году страну посетило на 8% больше туристов из России, чем в 2013. Правда, в новом сезоне национальные туроператоры не отмечают раннего бронирования отелей, как это бывало раньше. Тем не менее, черногорские туроператоры на новый сезон запланировали такое же количество авиарейсов из России, как и в 2014 году. В этом году отели Черногории готовы делать 50% скидки для российских туристов. Поддержку туризму окажет и безвизовый режим с Россией. А на сегодня это все. Хороших выходных! Самарские буревестники ищут игроков в американский футбол. Самарские теннисисты – третий на первенстве страны. Тольяттинский лыжник – двукратный чемпион мира. Кубок мира мастеров по лыжным гонкам среди ветеранов дважды выиграл тольяттинец Дмитрий Шестопалов. Кроме него за Самарскую область бегали еще 22 спортсмена. Однако именно Шестопалов считался главным фаворитом соревнований. Дмитрий прежде выигрывал мировое первенство. На этот раз тольяттинцу не было равных на 30-километровой дистанции. Ее он проехал за два с небольшим часом. На пару минут быстрее Шестопалов пробежал коньком 10 километров. Юношеская сборная Самарской области завоевала бронзовые медали в командном первенстве России по теннису. По оценкам специалистов, особых предпосылок для этого не было. В стартовом рейтинге Самара занимала шестое место из 16-ти. В матче за бронзу Самарской команде противостояла Волгоградская, более мастеровитая. Поэтому судьба обеих встреч решалась на тайбрейках. Чемпионами страны стала сборная Тулы. У девушек победу праздновали москвички. На стадионе Волга проспект Масленникова в субботу в 4 часа вечера пройдет отбор спортсменов в команду по американскому футболу «Самарские буревесники». Предпочтение крепким, быстрым, ловким и атлетичным претендентам. Приглашаются юноши от 14 лет, девушки от 16 и старше. Правила американского футбола знать не обязательно. Продолжение следует...